Пите-пите-пам. 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 Здравствуйте, я вроде бы снова... Мы тут боремся с проблемой. Я думала уже, если так получится, я вас попрошу и поеду к подруге. Она мне тут пишет на WhatsApp, что подруга, которая, кстати, недавно в моем клипе снялась, что, мол, приезжай ко мне, у меня интернет лучше. Я уж подумала быстро к ней поехать. Но пока что вроде бы работает. Вы спрашивали по поводу семьи. Я начала рассказывать. Рада, что сейчас получилось. В общем, я из музыкальной семьи. Дедушка Сид Рустамов, папа мой Эльдар Рустамов, его сын, дирижер. И я пошла по стопам семьи. Я сначала училась в 21-й музыкальной школе у Ильхама Хану Агаевой. Потом перешла в Бюльбюля к Заре Хану Кулиевой. И она народная артистка Азербайджана, профессор. И именно она меня очень сильно поддерживала и до сих пор поддерживает. Уже сколько времени я здесь? Уже 11 лет. И недавно она как раз ко мне приезжала в гости. Когда я получала диплом, я закончила самую высшую ступень в университете, которую только можно. Это как доктор. И она была на этом очень важном вечере рядом со мной. И это очень приятно. Вот эта ее поддержка, она, конечно, ощущается колоссально. В любой момент могу и позвонить с ней, поговорить обо всем. Я училась в Калсруе. Закончила бакалавра, магистра и вот эту вот докторскую ступень. И она мне позволяет именно уже в будущем самой преподавать в университете. То есть быть профессором и преподавать студентам. В принципе, то, что я очень хочу делать в будущем. То есть это моя мечта, да. То есть простая азербайджанка из Баку может преподавать немцам, играть в раскрытии. Ну вы тоже. Но мне кажется, это большой честь. Как вовремя не услышать. Ну... Помимо этого, конечно, эта профессия, она замечательная. Во-первых, можно передавать свой опыт дальше. Как бы и потом тоже, как бы все в семье тоже занимаются преподавательской деятельностью. Там дедушка, папа, мама. Она связана с языками, мама и ее мама. Вот, но как бы я очень люблю это. А сайд Рустаму вы не видели, да? Он вполне... Нет. ...иной в 83-м году. Да, он... К сожалению, да. К сожалению, я родилась гораздо позже того, как он ушел. Но мы вот... Я хотела рассказать. Мы создали оркестр. Я и консул Азербайджана, который живет в Штутгарте. Господин... Генао, говорю, я уже по-немецки говорю. Господин Нотерхауза, он меня увидел на концерте. И потом где-то через два месяца позвонил, говорит, Фарида, давай, я чувствую, что у нас получится. Давай попробуем. Ну и мы собрались, и он, его правая рука, Ульрих Герцог, у него очень интересное имя, как Герцог фамилия. Вот, мы собрались и решили, в общем, сделали концерт, создали оркестр наш первый, камерный оркестр Азербайджана. И вот 6 декабря мы выступали на сцене Штутгарта, очень большая сцена, и были, в общем, представители из Азербайджана, был наш посол также из Берлина. И, в общем, короче, заложили мы, ну, нашу деятельность, в общем, начали, и не успели мы начать, появился этот, вышел этот коронавирус, и теперь все сидим по домам. Да. Вот вы сказали, азербайджанский оркестр, да, вы создали в Германии, там, в смысле, все исполнители азербайджанцы? Ну, мы, ребята, все, кто в Германии, мы вообще хотели бы, в принципе, идея изначально была собрать всех ребят, которые живут в Европе, азербайджанцы, но пока финансов мало, и поэтому ограничились только теми, кто в Германии. Ну, все наши. Есть те, которые там из Турции, живут в Турции или родились в Турции, учатся здесь, и все из разных городов. Вот. И мы, в общем, все собрались. Кстати, играли также песни Сейдра Устамова. Я играла на скрипке в качестве голоса. Очень красиво. Я выложу скоро в интернет. Необычно, потому что всегда либо голос, либо народные инструменты. А тут я решила вот дедушкину песню сыграть. И я также хочу тоже отметить, что для меня большое значение имеет тоже контакт именно, знаете, с Азербайджаном, потому что все вот эти ноты, потом советы, как исполнять, аранжировки. То есть это все я не одна. Мне помогают очень сильно вот мои профессор. И тоже надо отдать должное. Фанхад Чамсевич Бадалбели тоже всегда на связи, когда нужно, какой совет или... В общем, в любое время могу обратиться. И очень приятно они меня приглашают. Я же живу здесь 11 лет, но вот 2018 год был очень интенсивный. Я была, значит, на фестивале в Гебеля. Очень понравилось мне там. И была на фестивале Зарифлих в Генче. Там я играла с замечательным пианистом Мурата Адагизалзаде. И познакомилась с его очаровательной женой Айсель. Я давно уже фанатка. Ну, в Евровидении все смотрели. Я помню тогда замиранием сердца около телевизора. В общем, мне удалось с этими замечательными людьми вместе сотрудничать. И как-то рада, что мы поддержим контакт. Они меня очень тоже как-то направляют, какие-то советы дают. Потому что это важно. Все-таки, знаете, как бы много времени не прошло, связь я не теряю. Для меня очень большое дело тоже дома выступать с оркестром. Или просто так. Файда Хам, один вопрос. А скрипка рядом с вами? Скрипка не рядом. Нет, к сожалению, нет. Вы хотели посмотреть на скрипку? Нет, ну не то, что и послушать тоже. Скрипка, к сожалению, не рядом. Но обязательно сыграю скоро. Обязательно, обязательно. Будет видео. Я выложу видео. Мы вот готовим с моей коллегой. Вот я как раз вижу, она сейчас в чате активная. Наргиза Алимова, она из Пашкента. Я там недавно была и выиграла конкурс. Она меня туда, в общем, отправила. Говорит, обязательно поезжаю, у тебя все получится. И я решила попробовать и выиграла гран-при. И мы с ней будем записывать фикрета Амирова и выставим обязательно скоро в интернет тоже. А что вы исполняли в Узбекистане? В Узбекистане я... Это был классический конкурс. Я там играла концерт Сибелиуса с оркестром. Вот. И выиграла, в общем, самая высокая премия, которая может быть. Очень приятно было, достойно. Так я, в общем, наш флаг был на сцене. И самое интересное, что когда я там была, они все приятно отзывались. Они все же выступали тоже с Фадхат Чамсевичем, Бадалбели, с Мурадем, Адагизалзаде. В общем, они все знали. Они очень, знаете, гостеприимно меня приняли. И тоже язык, кстати, на наш похож. Я там говорила по-азербайджански. Меня все понимали. Было очень приятно. Да. А вот сколько у вас человек в оркестре азербайджанцев? Оркестр, который вы создали, азербайджанский реманс? У нас сейчас вместе со мной 14. Но вот мы планируем обязательно, чтобы было больше, прибавление. Вот мы хотим, дай бог, корона пройдет. Мы вообще-то собирались в мае тоже давать оркестр. Концерт, прошу прощения, по поводу дня рождения Гейдара Лива. И, к сожалению, это все сейчас на какое-то время переносится. Но мы хотим обязательно тоже из Франции. Может быть, есть ребята в Швейцарии. Потом наших дирижеров тоже из Азербайджана пригласить. Пока что в маленьком составе. А до скольких хочется поднять количество ребят в оркестре? Ну, хотелось бы, чтобы минимум 25 где-то вот так. Было бы классно, да. А помимо Германии и Турции, еще в каких странах есть наши музыканты? Есть вот в Швейцарии, есть в Италии. В Италии наших ребят много. Потом в Норвегии есть тоже несколько. Я им, кстати, писала тоже. Мы когда создавали оркестр, я им написала. Но потом такое чувство из-за финансов. Мы пока только растем, развиваемся. Я им объяснила, что ребята, в скором времени обязательно. Но, знаете, по крайней мере, это так приятно, когда выходишь в Германию на сцену и сидит зал, у меня есть видео, где мы, тоже обязательно выставлю, где мы сидим, ребята, на немецкой сцене, такие маленькие, такая большая сцена, и столько людей, и вдруг мы играем, и они все встают, и стоя нас слушают, и аплодисменты. Не знаю, я была очень-очень счастлива. Для меня это просто, не знаю, большое счастье. А представьте себе, я какой сейчас счастливый, что моя азербайджанка, мои азербайджанцы в Норвегии, в Швейцарии, в Германии, в Турции собираются и играют на немецкой сцене. Представляете, вот у меня человек, который очень любит свою страну, любит свой народ, своих граждан. Вот я сейчас восхищаюсь, я горжусь вами. Спасибо вам огромное, что вы за эти 11 лет не забыли вот то, что у вас есть, то, что идет еще с Ириванского ханства, где в 1907 году ваш дедушка родился. К сожалению, пришлось ему уехать в Турцию, а потом в 18-м вернуться окольными путями в Азербайджан, в Баку продолжить работу с Узербеком, канцермистером и так далее. Это я все знаю, потому что корни сильные, корни. Я мечтаю, чтобы вы когда-нибудь с этим огромным оркестром играли в столице нашего Ириванского ханства в Ириване и играли в Зефар-марше, иншаллах. Иншаллах, дай Бог, да. Но я скажу, что мне тоже было очень приятно, то, что мы с вами связались, и то, что вот получилось сегодня быть гостем вашей передачи, для меня это очень многого стоит, потому что мы вас всех очень любим и давно уже смотрим тоже, это самая любимая команда, и вы очень популярный, очень замечательный человек, и для меня это большая тоже честь. В мою очередь тоже, я очень-очень благодарна вам. У нас даже, я вам, может быть, говорила, с КВН тоже есть небольшая связь, потому что папа Тимура Вайнштейна, Леонид Вайнштейн, он с моим папой вместе учился, у Кара Караева в классе. Вот, и очень всегда тепло отзывался, ну и как-то дедушка Таиры Джабира Имановых, он приходил тоже к нашему дедушке, а папа мой учился у бабушки Таиры Джабира, она была тоже в Бюльбюле, преподавала, я не помню, какой предмет мама мне рассказывала. Вот, так что тоже есть, знаете, какая-то связь, помимо всего то, что вы прекрасно выступали, и вообще потрясающая деятельность, тоже это приятно, что такая связь есть. Спасибо. Значит, вы знакомы и с Тимуром Вайнштейном, и с Джабиром, и с Таиром Имановым, да? Я лично, к сожалению, нет. Но такими путями, да, как-то родители, то, другое поколение, да, они все, но это золотая молодежь, тогда был Азербайджан, они все вместе собирались, как-то общались, культурные вечера были, на концерты ходили друг к другу. Расскажите, пожалуйста, про Фархад Малима Шамсиевича, с которым ваш папа учился. Да. Он замечательный человек, вообще очень хотела бы с ним, я давно ему говорю, надеюсь, что у него будет время, потому что он очень занят, я хотела бы с ним поиграть сонаты наших азербайджанских композиторов, может быть, даже на диск записать. Может быть, он услышит это, я очень надеюсь. Я, ну, такое небольшое напоминание. Кстати, ну, для меня он просто человек, на которого я смотрю, и я когда была, где же это было, я вот уже не помню, то ли на фестивале Зарифли, то ли в Гебеля, он вышел на эту огромную сцену, произнес большую речь, а вообще нам, музыкантам, очень сложно говорить. Вы знаете, я так переживала, когда с вами вышла в эфир, потому что я играю, я выхожу на сцену и играю, неважно, сколько людей. Но говорить это, ой, это очень страшно. Я на него сидела, смотрела, он произнес такую потрясающую речь, очень вообще без нервов, без всего. И потом сыграл в бешеном темпе, я подумала, боже мой, как он это делает, я тоже так хочу. Да. Конечно, невероятный, колоссальный опыт. Была такая ситуация интересная, когда в 2018 году прилетела в Баку. Я, в общем, все отыграла концерт, было замечательно. У моего профессора Захару, у нее был, значит, вечер ее... В общем, студентов, ее, как бы, сколько-то уже там, много лет ее деятельности. Вот. И мы все выступали, возвращаясь в Баку, ночью вдруг меня останавливают в аэропорту, что скрипка подозрительно дорогая, у меня дворные ряды. И я, если честно, по своей ошибке, я когда прилетела, я ее не задекларировала. И подумала, что когда я... То есть я пару раз уже так прилетала, никто меня не контролировал. То есть у меня был паспорт, я полная уверенность, что все будет замечательно. И теперь ночью меня тормозят, ну что это вообще такое? И как вы думаете, кто мне помог выпутаться из этой ситуации? Фагат Чамсевич. В 3 часа ночи я звонила, и мне было очень стыдно, потому что, ну, человек спит, ну, с таким уважением, мне было очень стыдно, но он мне помог, потому что вот такая вот оплошность произошла. Когда думаешь о выступлении, ну, вот ты, чемоданы, там, я не знаю, я привыкла, что как-то, ну, во многих странах без декларации. Почему-то вот не подумала, что у нас вот так. Но он меня, конечно, спас в этой ситуации, помог нам. А связь с азербайджанскими музыкантами? Бахмана, еще раз скажите, не услышала. Связь с нашими музыкантами. Есть какая-то связь с нашими музыкантами, которые в Азербайджане проживают? Ну, я, например, вот, ну, как, смотрите, все многие мои одноклассники, которые со мной учились в Бюлбюле, то есть я с ними общаюсь тоже, она, они все живут в Баку, ну, многие, и я с ними общаюсь тоже по интернету, как-то так. А многие тоже разъехались по всему миру, и многие из них также в Германии. Вот именно с теми, которые в Германии, мне поэтому было несложно создать этот оркестр, потому что очень многие как бы здесь, то есть все мои товарищи, ну, или же в Америке, то есть со всеми поддерживаю контакт, мы все в друзьях, друг у друга в социальных сетях, и как-то, да, общаемся, то есть, да, поддерживаю друг друга. А как называется ваш оркестр? Land of Fire, то есть Страна огней, оркестр Страна огней. Долго думали, как назвать, думали Азербайджанский каменный, и потом подумали, наша страна, Страна огней, назвали вот так. И все спрашивают, а что это значит, объясняют, это так, наша страна. Окей, а скажите, кого вы исполняете? Ну, на нашем концепции, вот, который мы дали в декабре, наш дебют, мы исполняли произведение Узира Гаджибейкова, Араз Бары, потом мы исполняли Кара Караева, мы исполняли Акшина Ализаде, Саида Рустама, дайте вспомню, по-моему, Фекрет Амирова мы тоже играли, и мы также сыграли Моцарта, и также мы сыграли под конец Отдух радости Бетхолина. Мы подумали, что как бы мы все равно здесь, и неплохо было показать, что мы не только Азербайджанский президент игра, но и также и европейских композиторов можем хорошо исполнить. И знаете, что очень приятно было, Бахромярин, там были люди, например, гурдомисты Ульма, тогда же в свое время немцы, которые переехали в Азербайджан, очень многие из Ульма были, и он очень хорошо рассказывал эту историю, и даже в зале сидела женщина, которая в свое время немка, она сама жила, вот наши вот эти гянджи, там и так далее, она очень хорошо разбиралась, это было приятно. То есть связь есть между нами, а именно вот концерт был посвящен вот этому. А немецкая публика, немецкий зритель, он воспринимает азербайджанскую классическую музыку или нет? Да, да, очень хорошо, потому что наша музыка, она очень приятная, очень мелодичная на слухе. Ну смотрите, есть, например, произведения очень модерновые, где, например, музыка, это просто какие-то там три звуки, или, например, просто рвутся с мочком по пустой стороне, но это очень модерновая музыка. Неважно, из какой страны композитор, люди не так относятся с подозрением. Но когда мы играем Фикры Томира, Тарат Караева, наших композиторов, мне кажется, они настолько гениально создавали нашу музыку, что невозможно не любить. Она же очень приятная на слухе. Я тоже, знаете, мне сложно объективно сказать, потому что я сама азербайджанка и люблю нашу музыку. Но я видела очень счастливые лица и сам консул тоже очень много благодарила и говорю, что спасибо, что ты выбрала именно эту программу, потому что все были в Востоке, всем понравилось. То есть они просят еще у нас. И нас именно хотят приглашать на концерты также немцы, потому что им интересно, что мы делаем. А Акшина Ализаде Покойного, что вы играли? Какое произведение? Мы играли, дайте вспомню, нет, я не знаю, как это произведение. Мне очень сильно я сейчас забыла, как называется это произведение. Надо будет вспомнить, забыла. Окей, не проблема. А вот для того, чтобы собрать вас, весь коллектив, оркестр, чем я могу быть полезен, чем я могу вам помочь, то, что в моей компетенции? Надо обратиться к министру культуры Азербайджана или куда? Куда? Скажите, я постараюсь обратиться, чтобы в Германии создали оркестр азербайджанки. В Азербайджане вы сейчас говорили, я вспомнила, есть то, что переживают, поэтому джанги мы играли. Я очень переживала за это произведение, потому что оно сложное по ритму, и мы его именно над ним долго сидели, именно сейчас я бы джанги была. Вы имеете в виду, где? В Азербайджане? Нет, у вас, в Германии создать. В Германии создать не 14, а 24 человека. Вы сказали, что у вас проблема с финансами. То есть, там большая сумма денег нужна? Ну, да, к сожалению, все дело упирается в финансы, потому что ребята, вот смотрите, да, элементарно, они все приезжают из разных городов, да, мы должны подготовиться вместе, это значит, что мы какое-то время должны, например, минимум там 4-5 дней где-то вместе находиться, в какой-то городе собраться, жить, да, например, там, я не знаю, отель или где-то какой-то дом, и там работать, заниматься вместе. Вот, и это все, естественно, упирается в финансы. Я даже, если честно, не очень, как бы, разбираюсь, но я что-то слышала, вот, что хотели обращаться к вам, Гейдар Абиева, получилось ли это, я не знаю, я так думаю, что, наверное, пока не получилось, но, по крайней мере, если есть какая-то возможность, мы будем очень благодарны, потому что мы представляем именно нашу страну здесь, да. А базироваться вы хотите в Германии, да? Простите, не услышала. базироваться вы где хотите, в Германии? Знаете, я как-то пока не могу сказать, что я на 100% определилась, потому что, ну, я как бы очень долго здесь училась, мне как бы, в 15 лет, я приехала сюда, поступила сразу же в университет, я была самая, самая маленькая из всех студентов, самая молодая, вот, и как-то уже 11 лет здесь прошло, и я разбираюсь здесь, как все, ну, работает, там, законы, музыка, привыкла. Если честно, не знаю, вот, может быть, если что-то будет интересное где-то в другом, в принципе, я человек открытый мир, и мне, как бы, ну, нету какой-то особенной, там, я не знаю, разницы, как бы, самое главное, что я занималась любимым делом музыкой, и что-то получалось, как-то, ну, шло, вот, а здесь как-то идет, знаете, приятно именно. Я слышал, не то, что слышал, я знаю, что в Австрии, в Вене, очень мощный, сильный, азербайджанский культурный центр, он прямо там в центре находится, чуть ли не рядом, боже мой, как это называется, место, Штефан Плац, вот, можно обратиться туда, чтобы вы, немцы, норвежцы, турки, и еще где вы скажете, Швейцария, чтобы вы собирались в центре Европы, в Австрии, там же репетировали, и там же начинали отчет свой. Да, замечательная идея, между прочим, я очень много... я могу связаться с культурным центром в Австрии, и пусть вас собирают прямо в Вене, и каждому будет легче добираться. Потрясающая идея, Баграна, я, если честно, ни разу не была в Вене, очень мечта, я видела, что наши ребята там собираются, кстати, мой тоже друг, коллега, он тоже раньше учился у Зариха, он сейчас дирижер очень хороший, Мустафан Микнандаров, я с ним тоже выступала, замечательный дирижер, вот, он тоже там вот часто организовывал в Вене, вот, хотелось бы даже, может быть, какой-то совместный, может, даже он захочет дирижировать, потому что нас дирижеры пока нет, мы сами, да. А, и вот, Диляра Ханум Фаталиева вопрос задала, а кто-то вам оказывает финансовую помощь или нет? Не лично, не лично, я не поняла. Диляра Ханум Фаталиева задала вопрос, вам кто-то оказывает финансовую помощь не лично вам, а оркестру? Оркестру? Ну, я, если честно, финансами у нас занимаются люди, которые, ну, как бы, договариваются о всяких вот этих вот, ну, проектах, где будет концепт. У нас была поддержка, да, если я не ошибаюсь, была, кажется, из министерства, вот, но для дальнейших проектов, естественно, тоже вот, нам какую-то поддержку оказали, какую-то тоже здесь спонсоры отсюда, заинтересованные, вот, именно немцы были. Но именно, именно что сложно, вот это, знаете, особенно в начале, то есть, когда уже поиграл, там, например, 5-6 концептов, да, уже как-то знают и уже приглашают больше. Поэтому нам вот сейчас именно в первой, на первой стадии сложновато немножко, конечно, есть такое дело. я последние три года, мы познакомились три года назад в Вене с нашим маэстро, очень известным молодым человеком, его зовут Мустафа Мехмандаров, это наш дирижер, вот, он отучился в Вене, в Австрии, и сейчас работает при филармонии. И он так же, как и вы, вы, если знаете Германию, он же хорошо знает Австрию. Я сегодня же буквально через час-два, а может быть, и завтра пообщаюсь с ним, презентирую, как можно в Австрии создать азербайджанский симфонический оркестр. И чтобы вы там собирались. Я не обещаю вам, чтобы это в ближайшее время сделать, но я начну заниматься этим вопросом. Хорошо, да. Я Мустафу очень уважаю. Я не знаю, может быть, слышно было или нет. Мы вместе учились у одного педагога, и я с ним даже выступала в Баку, когда я была, давала концерт. Он дирижировал, он дирижировал. Это было очень приятно. Нет, это очень классная идея. Он начинал со скрипки, в принципе. Да, да, мы были вместе в классе у Захара Хангулиева. Потом он стал дирижером замечательным. Я видела тоже, он выступает. То есть вы учились в Бюльбюлевской школе? Да, я как помню. Мы вместе. Он, Мустафа, вот я не помню, по-моему, он был даже сразу при консерватории. Я училась в Бюльбюле просто из-за того, что один педагог мы, естественно, знали друг друга. Он был при консерватории. Мы даже вместе раньше учились в Баян-Дуре Мехтиева. Потом Баян-Дур Майлюм, Аллах, Рамят, Ивак, Симон, бедный ушел. И мы как-то перешли, в общем, в Зарихану. Но Зарихан, она родная, она душа, она уже в принципе всю жизнь меня сопровождает. Да. Я напротив учился в 189 школе. Так что все Бюльбюле 189. Мне мама рассказывала обо нам и не я с нами. Да, это там близко все, прямо в центре. Ну, один Дор, да, мы все футбол гоняли. Ну, да, да. Бюльбюле со 190 школ и с нашей легендарной 189. Так что вот так. Как переносим коронавирус и карантин? Знаете, я стараюсь быть креативной и состою... Не лично вы, Германия. Нам интересно опыт Германии. Ну, по Германии как-то, ну, я вам скажу, что люди недовольны все-таки. Они вначале как-то соглашались с этими условиями, что все должны сидеть дома, что нельзя контакт, что надо, в общем, себя вести хорошо и прилично и так далее. А сейчас это им уже все не нравится и сейчас начинаются забастухи. Проблема в том, что все очень боятся за свое место работы и то, что на экономику это имеет большое влияние и поэтому все люди очень переживают. И даже многие говорят, что лучше даже я заболею и дай бог выздоровлю и ничего со мной не случится, но лишь бы, например, там, следующее поколение, лишь бы они жили бы в стране, где экономика в хорошем состоянии, скажем так, которая не раздалилась. То есть очень переживают. Ситуация непонятная, напряженная. В общем, люди тут выражают недовольство, но я должна вам сказать, что немцам все-таки повезло в этом плане, потому что французам вообще никуда нельзя выходить. Вот у меня сестра во Франции живет, даже три старшие сестры живут во Франции, и у них очень строго. То есть мы хотя бы выходим гулять там что-то, а им вообще нельзя. Жаль. Ну, а я лично успела создать два клипа за время карантина. Два клипа? Да. Каким образом? Дома играли и записывали? Да. Я, если честно, баранер, я классический музыкант, но мне очень нравится направление вот именно песен делать каверы. Вообще я всегда с детства я очень много пела, у меня был замечательный голос, потом у меня когда-то пропал, и я как бы вот на скрипке пою вот эти песни. То есть я максимально под голос играю, так что некоторые говорят, что вау, это на самом деле прям, ну, сто процентов очень схожи. Я делаю каверы. Какие-то песни, которые мне нравятся, я снимаю на них музыкальный виде. То есть это все мои друзья, которые в моей команде, и мы выпускаем вот такие вот интересные проекты. То есть например, на природе вот недавно вышел клип, у меня здесь есть вот приятница, она тоже азербайджанка, очень талантливая девушка, она юрист, вообще у нее совершенно другая профессия, и лаха. Я говорю, давай вот поучаствуй в моем клипе. Она согласилась, вот сейчас выпустили такой весенний клип, где она ходит по прекрасным полям, по лесам Германии, это очень получилось красиво, немцы в восторге, вообще потрясающе, в общем-то это все придумали, молодцы ребята. И как бы я, знаете, таким способом тоже классическая музыка много очень и покойников, и людей, которые приходят слушать, поддерживают. Именно вот молодежь, они вот через вот такие вот как-то каверы, клипы, они тоже начинают интересоваться. То есть это тоже своего рода для них возможность познакомиться с классической музыкой. Скажите мне, пожалуйста, у вас дома есть флаг Азербайджана? У меня у дома есть, да, я вот нахожусь сейчас в Файдебире, я недавно переехала, но вот в Калсруе, да, маленький флаг, но есть, маленький флаг, но есть, стоит на рабочем столе. Я вам подарю большой флаг. Да, с радостью, с радостью. Как карантин закончится, иншаллах, я приеду в Германию, мы обязательно встретимся. Мы в прошлом году с семьей были в Германии, вот, отдыхали с нашими друзьями. Иншаллах, в следующем году мы приедем, я обязательно вам привезу свои книги, обязательно, и обязательно флаг Азербайджана. Вот, во время, спасибо. А в каком городе вы находились, где вы были, на юге, севере? Мы в Кёльне были, мы были в Мюнхене, мы были в Диссельдорфе и Гановиде, и еще в Гамбурге были. О, ну вы успели попутешествовать, в Германии? Да, да. Ну, я был пятый раз, не то в шестой раз в Германии, я в детстве обожал Германию, сейчас не люблю ее, не знаю почему. Хотя, не любил Францию, а сейчас я ее обожаю, почему-то. Вкусы меняются. Да, ну, хотя, я по гороскопу делаю, да, я и перфекционист, и для меня дисциплина это главный в жизни. Поэтому я люблю Германию до сих пор. О, да, у них есть, да, вы увидели, да. Но она немножко холодная, да, я же все-таки азербайджанец, я кавказец, я более такой, да, горячий. Есть такое дело, да, есть, и вправду есть, да. В Германии у меня контакт не получается, к сожалению. Хотя в Австрии это нормально, во Франции еще, в Испании вообще-то изумительно. Ну да, они тоже такие солнечные, яркие, очень эмоциональные, как вы, есть, да, схожесть есть с нами. Я вам обещаю, что я поговорю с компетентными людьми, я не говорю, что у меня сто процентов получится, но я обещаю поговорить и прозандировать почву, как же все-таки помочь нашим ребятам, азербайджанцам, создать азербайджанский симфонический оркестр в Европе, так скажем, не хочу из Германии, но что вы собирались и репетировали, давали концерты по произведениям наших великих азербайджанских композиторов. Я посоветую и с компетентными людьми, и с Мустафой, и с нашим маэстро. Ну, в общем, я не хочу много говорить сейчас на эту тему, но я постараюсь. Что бы вы хотели пожелать своему зрителю? Ну, самое главное, Бахрамя, здоровья нам всем и терпения, чтобы как бы, ну да, пройти вот это сложное время как-то, ну, с гордостью, с храбростью, не бояться ничего. Я думаю, мы пройдем через это трудное время, все будет хорошо. Самое главное, терпение не сдаваться, вот, и быть позитивными, это важно. Хорошее настроение дам. Спасибо, Фаил Хан. Я тоже вам желаю крепкого здоровья. Спасибо. В жизни. Спасибо. 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 Мы здесь, которые мы заиндяем, вот это, мы заиняем, чтобы мы заиняем, чтобы вы обучить, мы заиняем, что мы заиняем. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...